Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и настройку тестоделительных машин с лопастным нагнетателем. К этой группе машин относятся машины HTC-6, A2-HTN и другие. Характерным признаком этой группы тестоделителей является универсальность. Они могут перерабатывать пшеничное и ржаное тесто всех сортов. Наиболее распространенными в этой группе являются тестоделительные машины A2-HTN и DIVA. Их мы далее и рассмотрим. Тестоделительная машина A2-HTN предназначена для деления пшеничного теста на куски массой от 220 до 1200 граммов. Машина состоит из приемной воронки 11, рабочей камеры 13, огражденной стенкой 17. В камере расположен вал 16 с нагнетающими лопастями 15. Слева рабочая камера отделена от приемной заслонки 14, совершающей качательное движение с помощью кулака 28. Система рычагов 27 и пружинного демпфера 25. Рабочая камера с помощью горловины 10 соединена с вращающейся делительной головкой 7. Горловина крепится к корпусу с помощью четырех шпилек 9. Для уплотнения этого стыка применен резиновый шнур 12. В расточку головки запрессована цилиндрическая гильза 6. В гильзе находятся два плавающих поршня 5, соединенных между собой втулкой 4 с правой и левой резьбой на концах, что позволяет заближать и разводить поршни при вращении втулки 4 с помощью специального механизма и изменять таким образом объем мерной камеры. Вращение втулки осуществляется с помощью пары конических шестерен, одна из которых соединена с втулкой 4, а вторая с управляющим валиком и маховиком, установленным по оси крепления головки. Для лучшего отделения выходящих из головки кусков теста установлены нож 3 и валик 2. Станина машины состоит из двух литых боковин 23, соединенных между собой стяжками 22. К станине консольно прикреплены тестовая камера, ленточный транспортер 1 и электропульт управления с пусковыми кнопками. Внутри станины расположены электродвигатель 19, валы приводов, заслонки 21, головки 24, нагнетательные лопасти 20, ленточного транспортера 31, кулака заслонки 26 и промежуточной передачи 32. Станина покоится на сварном основании 29, в котором размещены цилиндрический редуктор 30 и промежуточный вал 18 с дисками вариатора скорости. Работа теста делительной машины осуществляется следующим образом. Тесто из приемной воронки захватывается вращающейся лопастью 15 и подается в рабочую камеру 13, где сжимается до рабочего давления и поступает через горловину в мерную камеру 8. Под действием давления тесто спаренные поршни перемещаются влево и одновременно освобождают мерную камеру слева, выталкивая отмеренный кусок теста. Заготовка с помощью валика 2 сталкивается на транспортер 1. Подробнее рассмотрим кинематическую схему теста делительной машины А2ХТН. Тесто делительной машины приводится в движение от электродвигателя 1, который через двухступенчатую клиноременную передачу 2, вариатор скорости 3, цилиндрический двухступенчатый редуктор 6 и три цилиндрические шестерни 7 передает вращение валу 8. От этого вала через шестерни 34 и 14 вращается вал 15 с нагнетательной лопастью 28. От вала 15 через шестерни 14 и 16 вращается вал 17 делительной головки 23 с поршнями 24. От вала 17 через шестерни 18, 19 и 20 вращается вал 22, на котором установлен валик 25. Заслонка приводится в движение от кулака 9, в паз которого вставлен ролик 10, закрепленный на тяге 13. При вращении кулака тяга, совершая поступательное движение через рычаг 11, вал 12, рычаг 31, через пружину 30 и рычаг 21, приводит в качательное движение вал 29, заслонки 27. Ленточный транспортер 26 приводится в движение от вала 32, вращающегося от шестерни 33. При делении теста на заготовки массы 1 кг, зазор между концом заслонки и ступицы лопасти должен быть от 6 до 8 мм. В зависимости от массы куска теста и консистенции перерабатываемого теста, зазор может меняться. Путем изменения длины тяги с помощью муфты, которая после регулирования затягивается контргайками и козырьком 15, который должен находиться в пределах от 3 до 6 мм по всей длине. Регулирование этого зазора производится изменением положения гаек на шпильках 8. Для обеспечения уплотнения между хвостовиком козырька и внутренней поверхностью отверстия вставлен уплотнительный шнур 10. Производительность тестоделителя изменяется перестановкой ремня на двухступенчатых шкивах. При работе на первой ступени с передаточным числом и 3,67 диапазон производительности составляет от 8 до 24 штук в минуту. При работе на второй ступени с передаточным числом 1,43 производительность от 24 до 60 штук в минуту. Безступенчатое регулирование внутри каждого диапазона осуществляется с помощью вариатора скорости 3 нажатием кнопки 4 ведущего шкива вариатора и вращением маховика 5. Делительная головка тестоделительной машины А2ХТН состоит из корпуса 13, в которой запрессована гильза 2. Внутри гильзы помещен плавающий двусторонний поршень, состоящий из двух головок 3 и 4, связанных между собой резьбовой втулкой 5 и двумя винтами 6, имеющим правую и левую резьбу. Механизм изменения расстояния между головками заключен в корпусе 9 с 19 и состоит из пары конических шестерен 14, колеса 17 с втулкой 10, укрепленной на втулке 5 и ведущей конической шестерне 18. Изменение расстояния между головками поршня производится вращением штурвала 25, который через варик 23 со шлицами 26 передает вращение через коническую передачу 14, втулки 5, при вращении которой производится перемещение винтов 6 совместно с головками поршня. Вращение маховика возможно только после прижатия диска 21 со штифтами 22 и 24. Механизм регулирования установлен в крышке 20. Для предотвращения поворота головок поршня внутри гильзы вентами 1 и 15 укреплена сегментная вставка 16. Корпус делительной головки с помощью шпилек 12 крепится к фланцу 7, который укреплен на валу 11. Для нормальной установки головки согласно циклограмме служит штифт 8. Проведем анализ работы лопастого нагнетателя тестоделительной машины А2ХТН. Сжатие теста в рабочей камере начинается с момента вхождения нагнетательной лопасти в полуцилиндрический корпус рабочей камеры фаза 4. При этом поворотная заслонка стабилизатора давления прижата к валу, а мерная камера частично соединена с буферным объектом. На каждой фазе процесса нанесены эпюры давлений. Отсчет угла поворота лопасти в соответствии с циклограммой производит от условного поля. Нагнетательная лопасть расположится под углом 25 градусов от вертикальной оси рабочей камеры. При дальнейшем вращении нагнетательная лопасть достигнет условного нуля фаза 1. В этом положении создается небольшое избыточное давление перед нагнетательной лопастью и релаксируется в объеме рабочей камеры. Существенного сжатия теста не происходит до тех пор, пока заслонка не опустится и не коснется вала на огнетательной лопасти. В фазе 2 начнется сжатие теста. Делительная головка поворачивает мерный карман к горловине, и под действием давления теста спаренные поршни перемещаются влево, одновременно выталкивая отмеренный объем с наружной стороны головки. Максимальное давление в рабочей камере достигает 1,8 на 10 в 5 паскаль. Фаза 3. Когда нагнетающая лопасть коснется среза горловины, а на границе мерной камеры давление составит лишь 1,2 на 10 в 5 паскаль. При переходе границы среза давления в рабочей камере резко падает. Фаза 4. Проведенные опыты показали, что среднее давление в мерной камере после ее отсоединения от горловины не превышает 0,8 на 10 в 5 паскаль. При дальнейшем движении заслонка открывается и пропускает под собой лопасть. Сжатие теста в рабочей камере начинается только после того, как заслонка коснется вала нагнетательной лопасти, что соответствует вертикальному расположению нагнетательной лопасти. При этом вход в мерную камеру еще не открыт. Анализ полей давления в рабочей камере показал, что при повороте нагнетательной лопасти на 95 градусов от условного нуля, фаза 3, в рабочей камере достигается максимальное давление 1,8 на 10 в 5 паскаль, в буферной камере 1,2 на 10 в 5 паскаль, а в мерной камере еще меньше, благодаря нерациональной конфигурации буферной камеры и ее расположению относительно камер сжатия, при котором тесто вынуждено резко изменять направление движения и преодолевать одновременно сопротивление перехода от прямоугольного канала к круглому. При дальнейшем вращении лопасти буферной камеры соединяются с камерной сжатия и приемной камерой, а поскольку мерная камера в это время еще соединена с буферной, то в последней происходит падение давления до 0,4 на 10 в 5 паскаль, что вызывает соответствующее падение давления и в мерной камере. На слайде показана схема тестоделителя А2ХТН с различными типами нагнетателей. Тонкой линией показан существующий обычный нагнетатель. Жирной линией вариант предлагаемой реконструкции с уменьшением объема рабочей камеры до 5,9 кубических дециметра и утолщенной лопастью. Пунктирной линией нагнетатель установленный на А2ХТ1Н. Буквами по окружности описываемой вращаемой лопастью отмечены характерные точки рабочего процесса. При перемещении лопасти от точки А до Б совершается холостой ход. При этом сколько тесто подает в рабочую камеру правая лопасть, столько возвращает из рабочей камеры левая лопасть. Холостой ход здесь, как и в первом случае, занимает 60 градусов и составляет 33% длительности рабочего процесса. Полный геометрический объем рабочей камеры А2ХТН составляет 10 кубических дециметров, а объем мерной камеры В4 1,06 кубических дециметров. Следовательно, из 10 кубических дециметров теста, подаваемого в рабочую камеру, за рабочий цикл делитель отмеряет лишь 1,06 кубических дециметра, а остальные 8,94 кубических дециметра после обжатия в рабочей камере возвращаются в приемную воронку делителя. Кратность обжатия теста при этом составляет К4'10. Это означает, что отмеренный объем в делителе подвергается 10-кратному сжатию. Большой оказывается и кратность стабилизации К2'3,3. Последнее означает, что при стабилизации давления за время рабочего цикла под заслонкой дросселируются 3,3 отмеряемого объема теста. Отсюда следует увеличение нагрузок на привод и элементы передач, чрезмерное механическое воздействие на тесто. При исследовании механического воздействия на тесто установлено, что положительное влияние его оказывается при кратности обжатия К4' около 5. Следовательно, объем рабочей камеры в анализируемой конструкции завышен в два раза. Для уменьшения объема рабочей камеры предлагается два решения. Первое – уменьшить объем рабочей камеры за счет уменьшения ее радиуса. Второе – тоже, но за счет увеличения диаметра барабана, на котором крепится нагнетательная лопасть. В первом варианте уменьшаются плечо и момент приложения силы при сжатии теста нагнетательной лопастью. При реализации второго варианта с изменением конструкции нагнетательной лопасти представляется возможность снизить рабочее давление до 10 в пятый паскаль, а процесс нагнетания циклограмму построить так, чтобы стабилизация давления происходила в конце нагнетания на более протяженном участке цикла, с тем, чтобы давление в мерной камере успевало приблизиться к давлению рабочей камеры. Для реализации этого диаметр ротора следует увеличить от 148 до 220 мм и расширить лопасть так, чтобы ее торцы перекрывали буферную камеру до тех пор, пока не отсоединится мерная камера точка Е. При этом очень существенным моментом является уменьшение ширины заслонки со 126 до 70 мм, что почти в 5,2 раза уменьшит нагрузку на привод лопасти и на кулак. Проследим по схеме, как при этом будет происходить рабочий процесс. После холостого хода последует сжатие теста до рабочего давления П1 10 в пятый паскаль на участке ЦБ. Затем соединение мерного объема с буферным и заполнение тестом первого при перемещении лопасти на участке ЦД. Далее произойдет стабилизация давления на участке ДЕ до тех пор, пока мерная камера не перекроется. Выдержка стабильного давления в мерной камере должна обеспечить достижение давления, близкого к давлению в рабочей камере. Уменьшение высоты нагнетательной лопасти и снижение рабочего давления позволяют снизить величину максимального момента на нагнетательной лопасти в 3,6 раза. Уменьшение заслонки облегчит наполнение приемной части тестом и его поступление в рабочую камеру. В результате уменьшение толчка в противоположном направлении на тесто, возникающее при открытии заслонки на участке ФК. В таблице представлены основные показатели конструкции рабочего процесса тестоделительной машины А2ХТН с существующим и измененным нагнетателями. Существенное снижение нагрузок на рабочие органы и привод делает актуальной постановку вопроса об облегчении привода и передач, а следовательно и всей конструкции машины. Более существенные результаты могут быть получены, если увеличить радиус барабана на нагнетательной лопасти до 145 мм, а объем буферной камеры увеличить в 2,5 раза и сделать более плавный переход от рабочей в буферную камеру. При этом объем рабочей камеры останется почти без изменений. В нулевой равно 5,4 кубических дециметра, а объем теста возвращаемого из рабочей камеры в приемную воронку уменьшится в 2 раза. Также на базе конструкции тестоделительной машины А2ХТН может выпускаться модификация под маркой А2ХТ1Н. В этой машине изменяется конструкция нагнетательной лопасти. На рисунке пунктирная линия. В приводе заслонки предусматривается возможность регулирования угла прижатия заслонки к барабану, что позволяет в итоге изменять величину давления в рабочей камере. Рассмотрим еще одну конструкцию тестоделительной машины с лопастным нагнетателем. Тестоделительная машина, представленная на слайде, состоит из станины 5, покоящейся на 4 роликах 27, имеющих 2 фиксатора для установки машины 26. Сверху над машиной расположена прямоугольная приемная воронка 12, смещенная к боковой стенке для лучшего доступа при очистке от теста приемной камеры 11, питательных валиков 13 и рабочей камеры 14. Последняя выполнена в виде полуцилиндрической емкости, в центре которой расположен нагнетательный барабан 17 с радиальной прорезью, в которой расположена нагнетательная лопасть 15. В нижней части рабочей камеры закреплены сменный мундштук 18 и отсекающий нож 21. Тестовая камера закрывается легкосъемной крышкой 10. Под выходным отверстием мундштука размещен ленточный транспортер 19 для отвода тестовых заготовок с натяжным роликом 20. Сверху над транспортером размещен мукопосыпатель 16. Приводной электродвигатель 2 закреплен на параллельных направляющих 3, по которым он может перемещаться при помощи ходового винта и штурвала 9. От двигателя передается через клиноременный вариатор скорости на промежуточный вал 1. От него с помощью клиноременной передачи 4 и цепи 8 приводятся в движение питательные валики. Скорость вращения питательных валиков регулируется индивидуальным клиноременным вариатором и оттягивающим валиком 6. Производительность тестоделительной машины регулируется в пределах от 13 до 40 кусков в минуту. С помощью вариатора и определяется по указателю 7. Привод нагнетательной лопасти и отсекающего ножа осуществляется с помощью кулака, закрепленного на валу 25 и системы промежуточных рычагов. Привод ленточного транспортера и мукопосыпателя осуществляется от вала 25, цепной передачи 24. Регулирование массы тестовых заготовок производится штурвалом 22 путем изменения угла качания нагнетательной лопасти 15 и визируется по указателю 23. Работа машины осуществляется следующим образом. Тесто самотеком поступает в приемную воронку 11 и с помощью двух рифленых питательных валиков 13 нагнетается в рабочую камеру 14 делителя. Затем нагнетательная лопасть перемещается в крайнее левое положение. Опускаясь, отделяет в камере установленный объем теста и поворачиваясь против часовой стрелки на определенный угол. Выпрессовывает тесто через мундштук 18 на ленточный транспортер 19. В конце операции выпрессованная заготовка отсекается от мундштука плоским ножом 21, совершающим движение вверх. Между питательными валками имеются достаточно большой зазор – около 90 мм. Поэтому они создают в рабочей камере сравнительно небольшое давление, стабилизирующееся за счет противотока теста в центральной части между валковой щели. Поскольку выпуск теста из рабочей камеры через мундштук производится периодически, а подача питательными валиками непрерывна, то в рабочей камере давление циклически возрастает. И под его воздействием также циклически срабатывает указанный выше механизм стабилизации. Регулирование массы заготовок производится с помощью двух регуляторов. Первый изменяет угол поворота нагнетательной лопасти, второй – скорость подачи теста питательными валиками. Такая система регулирования в эксплуатации является неудобной, хотя и весьма гибкой. Позволяет регулировать величину массы заготовки в широких пределах от 0,2 до 2,4 кг. Механизм регулирования массы заготовок отличается оригинальностью конструкции. Схема механизма представлена на слайде. В тестовой воронке 10 размещены два питательных валика 9. Ниже – в полуцилиндрической камере барабан 7 с диаметральной прорезью, в которой находится нагнетательная лопасть 6. Лопасть совершает сложное движение. Она поворачивается на определенный угол и совершает диаметральное перемещение в барабане 7 при достижении конечных точек вращения барабана. Поворот барабана с лопастью осуществляется с помощью кулака с пазовой дорожкой 2, закрепленного на главном валу машины 1. По пазовой дорожке перемещается ролик 19, закрепленный на рычаге 4. Последний, другим своим концом, шарнирно укреплен на опорном валу 18. В щеке рычага 4 прорезан паз, по которому может перемещаться сухарь 3, связанный через шатун 5 и кривошип 8 с валом барабана 7 и лопастью 6. На сухаре закреплена ходовая рейка, в которую входит винт 11. Последний можно вращать с помощью звездочек 17 и 16. На приводном валике регулятора 12 помещены ходовая гайка с визиром 13 и маховичок с рукояткой 15. С помощью которого осуществляется изменение угла поворота нагнетательной лопасти 6. При этом визир 13 перемещается по шкале указателя массы заготовок 14. Изменение угла поворота нагнетательной лопасти происходит в результате изменения длины отрезка, соединяющего оси ролика 19 и сухаря 3. Что равносильно изменению величины эксцентриситета привода качания барабана 7. Для обеспечения поворота нагнетающей лопасти и ее радиального перемещения на кривошипе 8 перпендикулярно плоскости рисунка шарнирно закреплен угловой рычаг. На схеме не показан. Один конец которого соединен с муфтой, скользящей по валику барабана 7, а второй к середине нагнетательной лопасти 6. При перемещении муфты вдоль вала происходит диаметральное перемещение нагнетательной лопасти. Перемещение муфты осуществляется с помощью системы рычагов от специального кулака, закрепленного на главном валу делителя. Для согласования непрерывной подачи теста валиками 9 и его периодического отбора нагнетательной лопастью одновременно с изменением угла поворота лопасти следует соответственно изменить скорость вращения питательных волков с помощью кленоременного вариатора скорости. Основными достоинствами тестоделительной машины являются сравнительно малая удельная работа нагнетания и умеренное механическое воздействие на тесто, что позволяет его использовать почти для всех видов теста. Малая приводная мощность делает делитель весьма экономным по потреблению электроэнергии. Существенным достоинством является широкая независимая регулировка производительности и массы тестовых заготовок, а также достаточно высокая точность деления. Очень удобной является разборка и очистка от теста рабочей камеры и нагнетательных валиков. К недостаткам машины следует отнести сравнительную сложность конструкции, наличие большого количества рычажных передач, сложность их установки по циклограмме, что может приводить к ошибкам и поломкам. При максимальной производительности и массе заготовок иногда наблюдается сдваивание кусков. Совершенство нитих машин следует вести в направлении значительного упрощения конструкции передаточных механизмов и замены цепных передач. Технические характеристики теста делительных машин с лопастным нагнетателем представлены в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство «Принцип действия и настройку теста делительных машин с лопастным нагнетателем». Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.